ой блять почему я скуса не удивлен анку просто таким игрокам блять как они закусывают о да народ здорово всем у микрофона как обычно я стриж это проект proxima rp в мт я все так же играю во фракции lvmpd и конечно это очередные полицейские будни заранее попрошу вас поставить лайк на это видео и подписаться если вы еще не подписаны играйте также со мной вводите мой промокод хэштег стрички получаете за него приятные бонусы ну а вас я жду во фракции lvmpd чтобы вы играли вместе со мной ссылочка на форум будет описание под этим видео ну и панели смотреть данный ролик всем приятного просмотра я уверен что вот этот человек который сейчас от нас уезжает он сейчас просто сдаст все награбленное и даже не будет особо ничего играть он просто поднимет системные руки и типа оля делайте со мной все что хотите я больше не играют типа ваша дальше работа но это обычно так ограбление заканчиваются типа они проезжают на место куда сдаются награблена и все как бы стоят ввк пока их просто не арестуют системно оставляю позади или координацию выезжаем на маджестик это глен парк у нас будем будем проезжать под аркой моста глен парк будем выезжать на вашем стрит это у нас будет район коммерция двигаемся по левую руку скейт-парка уже по правую руку скейт-парка заезжаем на территорию самого скейт-парка а левую руку нас будет господаль гетт он переворачивается на бок и въезжает получается в эту лунку скейт-парковского не знаю сможет вы их не сможет да нет смог смог выехать он выезжает часа скейт-парка на вашем стрит выезжает заезжаем в район получается джефферсон будешь лежать на айдл вуд по мосту в сторону и пицца будет двигать проезжаем сейчас также по левую руку иконку на карте травы тут у него амфария прям жестко на гентоне но он не играет никакую аварию он дальше продолжает движение так вы проехали гентон это у нас будет восточное направление проезжаем площадку на гентоне поворачивает на мост на атлантика веню клаген был проехали сейчас у нас будет баскетбольная площадка обратно возвращаемся на гентон но он так и будет кружить так сейчас мы на джона веню ой на джон-стрит проезжаем по правую руку нет уже по как заезжаю в переулке здесь такие он будет прыгать сухие каналы продолжайте до кардинала вы дышите по каналам на запад да он выезжает конечно прыгать было не самая лучшая идея за ним следом ну ладно тема гуракова не движется выезжает под и развязку в районе коммерции в сторону все он тут закроется начал ступики вышел все это тупик да этот тупик отлично а он перелезает через забор встречный юнтом мастер на фбр принимать его ну а дальше у нас идет исключительно айси игра то есть у нас начинается пешая погоня я тут его пытаюсь догнать и ударить он бьет меня в ответ что уже можно приравнять нападение на полицейского он начинает зачем-то прыгать бы хопить его все-таки ловят тайзером и сразу надевает наручники чтобы он дальше не побежал и только потом начинают уже отыгрывать на диване этих наручников на самом деле это правильно сделано со стороны офицера потому что если игрок отказывается как-либо играть рпс офицером то сначала надеваются наручники а только потом уже играется рп как надеваются наручники на этого человека потому что вряд ли этот парень ждал бы пока с ним отыграет что на него надевают наручники Потому что он прыгает, бегает, игнорирует и так далее Но несмотря на это с ним все равно продолжили играть РП То есть на него не забили Мы с ним продолжали как-либо общаться, играть РП и так далее Мы все-таки фракция полиции И должна показывать хороший уровень поведения самого игрока и РП уровня Но вот насчет того посадили его системно или нет Этого я точно не знаю Это знает только Александр Рассел, которого этого парня и оформлял Но я надеюсь все-таки его посадили системно Потому что таких игроков, которые отказываются как-либо играть РП Все-таки надо наказывать Если не наказывать, то соответственно они даже обучаться ничему не собираются Ну и давайте разбавим этот ролик немного спокойным контентом У нас вот получается трафик 100 повышенного риска Как я понял, вот Теодор вел преследование за этим седаном Около минуты он не останавливался И только там спустя минуту или полторы решил остановиться Соответственно по сути это не подчинение требованиям офицера полиции Поскольку сирена здесь хорошо слышна И как их можно не слышать, ну я честно даже не знаю Ну и конечно, как сержант я беру командование на себя в данной ситуации Чтобы ей руководить Также я запрашиваю несколько дополнительных юнитов Чтобы они прибыли на поддержку И только после того, как дополнительные офицеры приезжают Мы начинаем давать указания данному парню Я указываю водителю по типу Открывай дверь снаружи стороны и держи руки так, чтобы мы их видели И медленно выходи из машины Ну и это обычно процедура трафик-стопа повышенного риска Правда у меня имеется один вопрос Зачем сюда приехал спецназ в полной экипировке В шлемах, бронежилетах и с карабинами наперевес? Честно, я думал, что это какая-то Росгвардия у нас нынешняя в Лас-Вегасе Ой, в Лас-Вентурасе, извиняюсь Которые зачем-то хотели еще взять щит на эту ситуацию Вопрос, зачем? Конечно, ответ у меня на такой довольно обычный По типу, он нам не нужен, щит этот важ Ну, я считаю, что здесь на самом деле все было по факту сказано с моей стороны Ну и после того, как данный парень выполняет все наши указания Мы формируем группу ареста и группу осмотра Ну а что такое группа ареста и группа осмотра Так я вам сейчас покажу это на примере Итак, давайте коротко о том, что такое группа ареста и группа осмотра Для тех, кто не в курсе Смотрите, парень выполняет все указания полицейских Ну и после того, как все подозреваемые выполнили указания полицейских Начинает двигаться группа осмотра для проверки автомобиля Это сделано для того, чтобы если офицеры будут кого-то арестовывать Чтобы из машины не вылез кто-то внезапно И не начал стрелять по этим офицерам Ну и как только группа осмотра закончила выполнять свою работу Дальше уже идет группа ареста И надевает наручников на всех этих парней Ну и как только наш офицер закончил осматривать автомобиль Дальше уже начинаем идти мы Я и Рассел сближаемся с этим парнем Я надеваю наручники, а Рассел держит его под контролем Как только я надеваю наручники Я обыскиваю этого парня, чтобы не было у него ничего такого опасного при себе И как только я его осмотрел Передаю в руки его Теодору Потому что он является инициатором данной ситуации Ну а на этом в принципе все Так что спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца Обязательно поставь лайк Подпишись на мой канал, если ты еще не подписан И пиши комментарий, понравился тебе этот ролик или нет У микрофона был я, Стриш Это был проект Proxima RP И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok